42-летний Мэтт Хэмилл недавно впервые за много лет вернулся с заголовками СМИ, предложив Джону Джонсу встретиться с ним в клетке и попытаться реваншировать поражение почти 10-летней давности. Абсурдно и безрассудно, если учесть, что Хэмилл несколько раз завершал карьеру из-за травм. Сегодня мы поговорим о легендах прошлого, которые уже не могут позволить себе конкурировать на прежнем уровне, но раз за разом возвращаются в клетку вопреки любому здравому смыслу. А спонсор данного ролика, наши друзья из 1xbet, здесь самые большие коэффициенты, а также самые быстрые выплаты. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. А по промокоду BASNEWS новый пользователь смогут получить бонус до 100% при первом депозите. И открывает наш список BJ Penn. В те времена, когда BJ Penn одержал свою последнюю победу в UFC чемпионила Маурисио Роа, еще не было легчайшего на легчайшего из женских дивизионов. Жозе Альдо впервые в истории вручили пояс UFC в полулегком весе. В российских кинотеатрах показывали первую часть Гарри Поттера и Даров Смерти, а ПК-геймеры считали дни до выхода Warcraft Catalyst. Короче говоря, это было прям ну очень давно. И с тех пор Penn заявляет о себе только пьяными выходками, и в UFC знаменитого мясника держит исключительно за былые заслуги, которых практически никто из нынешних фанатов ММА вживую не наблюдал. Конечно, мне нравится драться и все прочее, но я выхожу в клетку не для того, чтобы мне надирали зад. Я дерусь для того, чтобы вернуть себе пояс, и я уверен, что у меня это получится. Реанимировать карьеру 40-летнего BJ Penn'а уже давно кажется делом бесполезным. Молодой ударник Иер Родригес чуть не вышиб из него душу. Грэплер Райан Колл отломал ему ногу как новичку, а после проигрышей ветеранам Клея Гуиди и Деннису Сиверу просто не осталось бойцов, с которыми имело бы смысл сводить Пэна в октагоне. Хотя Дэйна Уайт отправляет его на пенсию после каждого его боя, все равно новые контракты ложатся на стол к неугомонному гавайцу. Ну а мы идем дальше, и продолжает наш список Андерсон Сильва. После нелепого проигрыша в бою с Крисом Вайнманом 2013 года, карьера Андерсона Сильвы посыпалась как картричный домик. Чудовищная травма, полученная в реванше, несколько проваленных допинг-тестов и поражение от посредственных бойцов. Таким современные болельщики запомнят великого средневеса. Сильве 44 года. За последние 7 лет в его рекорде прибавилась только одна победа, да и то подаренная судьями. И каждый боец прекрасно знает, что его можно победить, отбивая ногу, в которой больше железа, чем в конечностях Терминатора. Хотя может не понадобится даже и это. В мае крепкий, но не хватающий звезд с неба, боец Джаред Канонир подрубил пауку вторую, здоровую ногу. И тот не смог продолжить бой, однако обследование не выявило никаких серьезных повреждений связок, костей или же суставов. Впервые мы увидели, как Андерсон просто ломается морально на глазах у родной публики. А это, знаете ли, зрелище не из приятных. И очень бы не хотелось увидеть повторение всего этого. И продолжает наш список Марк Хант. Старина Хант, это боец, которого хочется видеть в клетке, сколько бы боев он не проигрывал и сколько бы лет ему не стукнуло. Потому что у этого ветерана всегда есть и будет шанс отправить в нокаут кого угодно. И все же, самоанцу 45 лет, он проиграл 5 из 6 последних боев. И похоже, бывалые зарубы уже давно дают о себе знать. Мое тело разваливается, но ум еще в порядке. Иногда спится плохо, и как вы слышите, говорю я невнятно и заикаюсь. Память уже не так хороша. Я забываю, что делал вчера, но помню, что делал много лет назад. В этой черной полосе на Ханта обрушилось 436 ударов тяжеловесов. И самое главное, он совершенно невнятно провел крайний поединок, пустив в заголовки СМИ такого монстра, как сисястый Джастин Уиллис. Посредственность, которая раздражает всех своей болтовней. Марк, это было зря. Сука, блядь. Несмотря на это, самоанец постоянно говорит о том, что он должен драться, чтобы зарабатывать деньги и кормить своих шестерых детей. Так что в ближайшее время мы наверняка снова увидим его в клетке. И далее у нас идет Чак Лидел. Легендарному слагеру Чаку Лиделу не то, что пора уходить, ему не стоило и возвращаться. Фанаты старой школы наверняка помнят, как они вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что 40-летний Чак решил завязать с боями. На тот момент он уже потерял форму. Средневест Рич Франклин вырубил его наглухо, несмотря на перелом руки. И продолжать драться после такого не имело никакого смысла. Восемь лет Чак попивал сок у себя в квартале, но в прошлом году с подачи Оскара Деллахой он решил таки тряхнуть стариной и еще разок надрать зад своему давнему оппоненту Тито Ортизу. Перед боем Лидел хвастался неплохой для 48-летнего человека мышечной массой. На открытой тренировке выглядел на все 60. Ну а в клетке он предсказуемо рухнул в нокаут уже в первом раунде, не показав вообще ничего. Это был полный провал не только для него, но и для Деллахой, надеявшегося срубить на этом поединке бабок. Тем не менее, Чак не исключает, что и на этом его карьера не закончится. Мне нравится быть здесь. Просто поймите, я люблю драться и я делал это не ради денег. Всю свою жизнь я дрался не ради денег и славы. И не ради этого я начинал. Вернулся потому, что люблю драться. Мне нравится быть в клетке. Я чувствую здесь себя как дома. Ну и закрывает наш список Федор Емельяненко. Поединки некоторых бойцов просто физически тяжело смотреть. В российском ММА главным поставщиком валидольных зрелищ является Федор Емельяненко. А дело в том, что на закате карьеры Федор окончательно похерил свои навыки самбо. И сегодня фирменным броскам и граунденпаунду предпочитает в основном открытые размены лоб в лоб. И выходить из клетки со щитом или же на щите. При этом 42-летнего Емельяненко очень часто подводит реакция. Поэтому он падал в 4 из 5 последних боев. И если в нокдаунах от массивных Фрэнка Мира и Мэтта Метриона нет ничего удивительного. То вот это самый верный сигнал от мозга о том, что пора бы уже заканчивать. И несмотря на слухи об обострившихся травмах. Недавно Федор подписал новый контракт с Беллатор на несколько поединков. Первый из которых может пройти уже в этом году. Нам же остается лишь надеяться, что это будут противостояния ветеранов. В которых Емельяненко одержит красивые победы. А затем благополучно и на этот раз уже окончательно уйдет в отставку. А как вы считаете, кому из этих бойцов действительно пора на пенсию? Своё мнение, как обычно, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. И следите за нашими обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok